Привет, дорогие друзья! Меня зовут Саша Фишлер и это канал ArtFishler. Канал для тех, кто хочет научиться рисовать быстро, просто и красиво. Итак, сегодня у нас с вами очень красивый пейзаж в закатном море. Мы его будем писать гуашью или акрилом. Я буду писать акрилом. Поэтому подготовьте, пожалуйста, материалы и посмотрите, вот так вот будет выглядеть наша с вами картинка. Ну что, готовы рисовать? Карандаш у нас с вами даже не понадобится сегодня. Мы просто будем писать прямо как импровизация. Поехали! Итак, мы с вами начнем сейчас рисовать закат на море. При этом будем это делать абсолютно без всякого карандашного рисунка. Я подготовила палитру. Сюда выдавила немного белого цвета. Также сейчас я вам покажу, вот какие цвета у меня есть. Желтый, красный, голубой и черный. Еще я возьму вот такой вот розовый, чтобы у нас получить фиолетовый. То есть мы будем рисовать с минимумом цветов, без карандашного наброска абсолютно. Итак, начнем. Берем белый. Итак, скажу вам, что я рисую буашью или акрилом. В данном случае это у меня акрил. Вы можете взять буашь. Немного левее от центра я провожу вот такую вот белую полосу. И по бокам начинаю постепенно вмешивать желтый. Вот я его положила, а вот здесь вот в центре раз и растушевываю, чтобы здесь была мягкая такая заливочка, мягкий переход. Сначала мы напишем весь фон, а потом немножечко разграничим, где у нас будет горизонт, где у нас будет вода, где небо. И затем сделаем всякие детали. Акрил сохнет довольно быстро и он не растворяется водой, поэтому я буду писать довольно быстро. Если вы пишете буашью, то это займет у вас немножечко меньше, немножечко больше, простите, может занять времени, потому что у вас есть временной запас. Вот такой. Так, видите, я сделала мягкий переход из желтого к белому. Теперь я беру красный, немножечко кладу на палитру. И вот отсюда, с этой стороны, потихоньку его подмешиваю к желтому, немного воды. И на стыке желтого и красного пальцем вот так беру и мягко-мягко-мягко растушевываю. И здесь раз и растушеваю. Вот здесь вот на границе желтый и красный еще больше смягчила переход, да? Так, получается у нас оранжеватый. Здесь получился переход рисковать, да? Поэтому я чуть-чуть еще добавлю белого. Здесь у нас, кстати, будет солнышко. Я его сразу вот крышку могу обозначить. А теперь вот здесь вот этот переход я вот такими вот тонкими линиями показала горизонт. Здесь у нас будет горизонт, то есть внизу остается вода, вот здесь, да? И вверху у нас будет небо. Прекрасно. Волны вот так вот горизонтальными тонкими линиями покажем. И что же у нас дальше происходит? Дальше мы потихоньку начинаем вмешивать в края синий или голубой цвет. Я его себе немного на палитру выдавлю. И вы увидите, что голубой смешиваясь с красным прямо на нашем листе дает какой эффект, какого цвета? Фиолетового, да? Вот такой вот яркий насыщенный закат получается. Так, у нас с вами вверху не хватает немного красного. Давайте красного сюда добавим. Видите, здесь мой желтый уже подсох. Поэтому мягко вмешать не получается. Значит, я на стыке, на границе между ними немножечко еще желтого вот так вот раз. Добавляю. И немного пальцем стушу вот так. Чуть-чуть угли. И еще капля желтого. Дальше завершаем здесь с красным. В небе нам надо чуть более мягко стушевать все цвета. А вот море уже может быть с резкими такими переходами. Ну что, и вмешиваем наш фиолетовый. Обратите внимание, все мазочки вот так вот горизонтально я делу. Выбрали одно направление горизонтальное. И ему следуем. Его повторяем. Субтитры сделал DimaTorzok Тут вот я волной такими горизонтальными тонкими линиями хочу показать. Немножечко сгустить краски к центру. Мне понадобится снова немного моего красного. Чуть-чуть воды. Тут вот у нас будет кораблик, поэтому я сразу намечаю отражение от него вот так. И вот здесь будет маленький кораблик. Так, теперь переходим к небу и напишем облака для облаков. А я себе на палитру выдавлю немного больше голубого. Смотрите, даже розовый не понадобится. Я хотела делать фиолетовые облака, но, как мы видим, У нас прекрасно смешиваясь с красным, голубой дает фиолетовый вот такой прекрасный, красивейший, закатный оттенок, да? Ну, а нам нужно, чтобы небо было сверху потемнее, да? Это у нас будут такие тучи, которые нависают. Вот. Поэтому здесь я буду использовать для самой верхушки, чтобы верх сделать еще темнее, немного черного. Прямо вот сюда, в наш голубой с фиолетовый с красным. Я немного черного подмешиваю. Вот такие сгущаются тучи, да? Сгущаются наши тучи. Я не смешиваю до конца краски вот здесь, потому что на листе это смотрится более живописно, более живенько, так красиво. Если мы позволяем краскам смешаться прямо на холсте или же на листочке. Вот таким вот образом. Так. И теперь давайте посмотрим, где мы хотим спустить немножечко облака. Я бы хотела сделать еще светлых облаков, может быть, фиолетоватых сверху. Для этого я немного белой краски добавляю в свой фиолетовый. И вот здесь вот делаю такие короткие мазочки. А также вот здесь, там, где солнышко подсвечивает у нас эту тучу, снизу, я делаю небольшие мазки. И вот тут вот, допустим, будет подсвеченное облачко вот здесь. Давайте еще немного вот здесь вот облаков пустим. Смотрите, чтобы они были не одинаковыми, в принципе, вы их можете распределять, как вам заблагорассудится. Можно даже более круглую форму сделать вот так внизу. Угу. Давайте еще вот тут облачко пустим. Так. Ну что ж, прекрасно. Давайте подчеркнем, вымойте кисточку хорошенько, подчеркнем наш горизонт еще раз. Для этого возьмем немного красной краски. И вот здесь вот эту линию горизонта еще раз проведем. В центре, вот там, где само солнышко, ее прервите, пожалуйста. Вот таким образом. И что нам еще осталось? Нам осталось сделать кораблики. Для корабликов, пожалуйста, возьмите тонкую кисть, немного черного еще раз. И вот сюда вот его вмешайте. Кораблики пишутся очень просто. Это у нас будет два паруса. Вот такой вот раз. Мы просто сделаем силуэт. Преугольничаем. Туда более наклоненный, да, клеевой столбик. И вот эту треугольничку. И нарисуем саму лодочку, да. Вот такую вот лодочку. Более треугольничаем. Вот так. И еще на горизонте вот здесь маленькую вот так вот горизонтальную линию и вертикальную. Сильно вдаваться в детали не надо. Можно еще одну сделать и поднимем. Вот такое вот отражение. Отражение по червям. И еще последний штрих. Солнышко давайте прям вот белым капнем. Сделаем здесь такой кружок. И более четкую солнечную дорожку я прямо пальцем ее сделаю. Вот так в стороны. Раз. И развела. Чтобы свет был яркий, прияткий, да. Будет очень красиво. А еще, смотрите. Последний штрих будет для нашей картины. Это свет на парусе. Сейчас я дам пока кораблю немного подсохнуть. И потом положу чуть-чуть света. Давайте пока еще более света. Вот здесь вот наши облака. Подчеркнем. Чуть больше белого я добавила к фиолетовый, да. И более светлым цветом. Снизу, да. Снизу облаков обязательно внимательно. Может быть даже более беловато. Вот так вот они нависают над нашим прекрасным закатом. И теперь снова берем тоненькую кисточку. Снова немного желтого цвета. Так, подождите. Не домыла. Оп. Немного желтого цвета. Чуть-чуть белый звук. Может быть чуть-чуть красный. Нужно получить оранжевый. И сюда вот кораблик я иду. Раз. Все по левую сторону, да. Потому что по левую сторону у нас вот со своей нижней. Вот так. Раз. Ну что ж, прекрасно. Картина готова. Подпишите ее, пожалуйста. Так, у меня тут край чуть-чуть не докрашен. Вот здесь я. Докрою все пилинги, пропущенные у меня, пятнышки. Вот темным цветом и сделаю. Вот здесь. Ну что ж, теперь точно готово. Можем подписывать. Меня зовут Саша Фишлер. И мой канал Арт Пишлер. Пожалуйста, подписывайтесь. Ставьте лайки, колокольчики. И встретимся с вами в новых видео. Пишите, пожалуйста, ваши пожелания. Если вы хотите какой-то материал попробовать или что-то определенное сделать, я пойду вам с удовольствием на встречу. Сделаем то, чего бы вы хотели попробовать в рисовании. Ну что, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok